Военнослужащие вооруженных сил и нацгвардии Украины продолжают добровольно сдавать оружие и переходить линию фронта к защитникам Луганской Народной Республики. Солдаты, сержанты и офицеры Украины все больше осознают, что попросту не нужны своей стране и ее правительству. Цель одна – выжить и поскорее попасть домой к семье и родным. Последнее, что нам звучало, была поставлена задача – это наблюдать. И если что-то происходит, то доповесты, доповедать. Все. Команды или наступать, или отступать не было. Ну, что могу сказать, доверия уже нет никакого. Получил приказ, чтобы вынести машину с майном, с медицинским оборудованием, там всякое, на ЗИЛу-131. Там коробки с лекарствами, всякие такие, столики там всякие. Ну и загрузили быстренько машину, я выскочил, там наши что-то замешкались пока еще под разделением. Мы колонны, короче, ЗИЛ и четыре легковых машины. Еще одна там не мог проехать, я его зацепил на буксир. И эти две машины, что за гражданскими, наверное, были, помню, так далеко было. Бэха пропустила. Я получил два пулевых ранения, но в одну и во вторую. Ну и там по мелочам, там осколочные такие. И вынужден был на ходу выскочить по шине. И в лес ушел. Без документов, без ничего, без курточки. Короче, в одной фриске это не верилось до последнего, что так будет, конечно. Вообще, я честно, я думал, что решится все мирным путем. Как бы переговоры какие-то, выход с положения всегда есть. Но, к сожалению, у нас этого не произошло. Если слышит, видит, пусть не переживает. А же ему еще только надо ноги поправить, повытаскивать железяки с них. И все нагладится, думаю, дай Бог. Субтитры сделал DimaTorzok